Здравствуйте, мои друзья, мои подписчики и гости моего канала. Это Востряковское северное кладбище. Здесь я вам уже показывала многих различных знаменитостей. Ну и неужели бы я, бывая на могилах других артистов, не пришла бы и на эту могилу? Конечно, бывало, много раз, но не всегда записывала видео и не выпускала в эфир. Это место как бы уже 333 раза показывали на другом канале, и я не считала корректным тоже показывать у себя на канале. Ну а поскольку все-таки мои изюминки с моего канала уплывают на другой канал, я посчитала, зачем соблюдать политкорректность и решила выпустить в эфир те наработки, которые у меня уже лежат много месяцев. Это 98-й участок Востряковского северного кладбища. Могила Янины Жеймо, советской киноактрисы. Родилась она в Белоруссии, польского происхождения, в семье артистов цирка. Из трехлетнего возраста Янина уже выступала в цирке наездницей, гимнасткой, балериной. Здесь же захоронена и дочь Янины Жеймо, Янина Андреевна Костричкина. Она работала переводчиком к русскоязычным версиям дублированных фильмов. Кстати, и внучка, и правнучка тоже Янины. Предыдущие записи были прошлогодние, а сейчас я, вот видите, иду 15 мая к могиле Янины Жеймо. Потому что 16 мая 1909 года по юлианскому календарю, или же 29 мая по григорианскому календарю, Янине Жеймо могло исполниться 115 лет. А ведь есть люди, которые доживают до такого возраста. Ну вот, смотрите, я дошла до указателя к могиле Людмилы Рюминой, влево идти. Там красивейшая скульптура на ее могиле. Мы там уже были, я вам уже показывала. Нам нужно свернуть вправо и идти вот по этой тропинке. Тут уже много, уже новых захоронений. Эти ромашки от вас, мои зрители. Мы еще раз идем к могиле Янины Жеймо. Хрупкой, маленькой, доброй, наивной. Она воплотила на экране самую обаятельную героиню отечественного кино. И стала главной золушкой Советского Союза. Мало кто знал, что Янине было 37 лет на момент съемок. Но ее хрупкое телосложение и рост менее 148 сантиметров определил ее амплуа травистей. Она всю жизнь играла девочек-подросток. Кстати, интересно, если то размер ее ноги был 31-й. А ведь некоторые кинематографисты, режиссеры даже сомневались в кандидатуре на роль Золушки. Но после первых проб стало ясно, что Янина в сказочном образе выглядит абсолютно гармонично. И они не ошиблись. ПЕСНЯ 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 Вы не устали в дороге? Нет, что вы! Я в дороге отдохнула. Господа, позвольте мне представить вам девушку, которая еще ни разу не была здесь. Сверхъестественно, искреннюю и сказочно милою. Милою, Ваше Величество, я знаю эту девушку. Эта девушка, эта девушка, прекрасный святой. Очень эффектный комплимент. Янина Жеймо была трежды замужем. И я уже говорила, что здесь же захоронена ее старшая дочь, Янина Андреевна. С мужем Янина Жеймо разошлась, когда дочери было два года. Второй муж кинорежиссер посчитал, что при эвакуации из Ленинграда Янина Жеймо погибла и быстро нашел ей замену. Но Янина выжила и не простила мужа. Вскоре Янина вышла третий раз замуж. И в 1957 году Янина с мужем и с сыном переехали в Варшаву, где и прожила до конца своих дней. Умерла она от инфаркта в возрасте 78 лет. От Янины Жеймо нам остались 61 работа. Она снималась не только в кино, но и озвучивала роли. В том числе и Герду в «Снежной королеве» в 1957 году. Вот и все. На этом я с вами прощаюсь. Всем всего доброго. Всем пока-пока. И берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok